Прообразом нового района в поселке Лесной Городок стали пригородные зоны городов Европы. Однако красивые малоэтажные домики с декоративной отделкой вот уже несколько лет стоят недостроенными. Экономическая нестабильность больно ударила по компании. Квартиры продаются сложнее, а затраты на строительные работы только увеличиваются. Сроки сдачи объектов постоянно смещаются. Дольщики признаются, что их терпение кончилось давно. Но другого выхода, кроме того, как ждать и верить, у них нет. Чтобы люди не остались без жилья вовсе, Андрей Иванов взял ситуацию под свой контроль и регулярно встречается с застройщиками, требуя от них конкретных ответов. Сегодня нам с вами необходимо обсудить графики выполнения работ по строящимся домам во всех кварталах, подъездной дороги, ливневой канализации, по тому, как обстоят дела с благоустройством. Также я бы хотел услышать от застройщика самую свежую и последнюю информацию, связанную с финансированием проекта и тому, как идут продажи на сегодняшний день. На последнюю встречу с застройщиком были приглашены не только представители инициативной группы, но и все дольщики из Мрудной долины, которые напрямую смогли задать свои вопросы директору компании-застройщика Сергею Самохину. Иванов, в свою очередь, попросил Самохина не торопиться с принятием такого решения, как отказ от лифтов. Но больше всего дольщиков интересовал другой вопрос, а именно, когда уже завершится строительство. Сейчас ведутся работы по 32-му дому, 33-му, 34-му, 39-му и 42-му, которые мы планировали до конца апреля получить ЗОСы на пять домов. И дома 36-й, 37-й, 40-й, 41-й, 43-й до конца мая получить ЗОСы. 44-й, 45-й – это конец июня. Тем дольщикам, чьи квартиры будут достроены только в следующем году, Самохин предложил альтернативу. У нас сейчас подписан договор соинвестирования на пять домов. Это 62-й, 63-й, 64-й, 65-й и 66-й. Они будут вводиться в августе месяце, 16-го года. Это пять домов из 10-ти пятого квартала. То есть гарантированно, которые мы тоже есть средства на окончание работы по этим пяти домам. Чтобы решить вопросы с дольщиками, у нас предложение с постконтрактом, с отделом постконтракта, у кого есть желание переселиться в эти дома, мы готовы предоставить информацию, какие квартиры у нас свободные по вот этим пяти домам и переселить из оставшихся пяти дольщиков. Директор Мособолстроя номер 6 также заверил, что вопрос с финансированием решен и строительство будет завершено вне зависимости от продаж. Подводя итог встречи, Андрей Иванов еще раз посоветовал Самохину чаще встречаться с дольщиками и подробно сообщать им о ходе строительства. Также продолжаем встречи регулярно раз в месяц. И по четвергам в 10 утра от нас железобетонно представитель администрации для участия в совещаниях. В целом разговор получился довольно конструктивным. Самохину повезло с дольщиками, у них железное терпение. А дольщикам, пожалуй, повезло с соседями – дружными, инициативными и спокойными людьми. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».